Всем привет! Меня зовут Жигалёв Михаил, и я участник «Голоса» девятого сезона. И я хочу с вами поделиться своими эмоциями, рассказать вам что-то, что не всем, как бы известно, да, и начинаю с представления себя. Мне немножко было неловко, когда мне обрезали в моём представлении, что я являюсь прям вот сиротой такой. На самом деле нет. Я хочу сказать, что маму у меня не стало, когда мне было 16 лет. Папа со мной не жил, поэтому меня воспитывала бабушка. Вот. И как бы всю жизнь я с ней прожил, до сих пор живу. С нами ещё живёт мой младший брат. Начнём, я думаю, с того, как я попал на это шоу. Ну, это всё очень просто, на самом деле. Я заполнил заявку, анкету. Вообще заполнял я одним из самых последних, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, Вика, заявка вроде с апреля, да, начинаются? Да. С апреля я подавал заявку где-то уже в июне, в середине июня, да, вот, потому что мне надо было записать песни. Хочу сказать, что там никакие видео от нас не требовались. Нас просили только скинуть две, по-моему, песни. Вот. Поэтому я скинула эти две песни. И вы знаете, так получилось, что я свою анкету писал дома, то есть не с педагогом, да, там, со своим по вокалу, а вот из дома мы с ней на телефоне сидели. Я, значит, анкета достаточно большая, и я удивился, что там был таймер. То есть там, по-моему, минут сорок даётся на заполнение этой анкеты, и мы с ней по телефону сидели, заполняли. Потом ей кто-то позвонил, а я сижу дальше что-то заполняю, там куда-то ушёл. И у меня раз, и страница просто исчезла. И мне пришлось заново, короче, заполнять все эти данные. И я уже сразу же заполнил графу, что я не бот, там не робот, код этот вёл. Короче, мы опять трындели долго, и я, в общем, сижу заполняю уже практически полностью заполнил. Осталась у меня графа, наверное, любимые исполнители и музыка, и у меня раз, и она отправляется. То есть я даже не успел пару строчек заполнить. И мне там, что она успешно отправлена. Ну, отправлена и ладно. Я уже как-то даже не надеялся, что мне придёт какая-то ответка. И через какое-то время, наверное, недели, через две-три, мне приходит на почту положение о том, что они рассмотрели мою заявку и приняли, и ждут меня. Там, короче, приходит в письме целое положение. Жду куда ехать там, в какой день, в какое время. И я, короче, ну уж не знаю, обрадовался или нет. Я вообще хотела это держать всё в строжайшей тайне, но, конечно же, не получилось. Благодаря там людям, которые всё это разносили, эту молву. Потому что, когда ты идёшь участвовать на этот проект, ты ещё не знаешь, покажут ли тебя, выберут ли тебя. Потому что там такая идёт текучка. В этом году была особая, как бы, прослушка. Когда прослушивались мы в Останкино, мы приехали в Москву. Я приготовила что-то там, целый список песен, которые я могу исполнить. В итоге ничего этого не понадобилось. Мы все прослушивались в Останкино. Было тысячи, больше тысячи народов, 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 и народов тоже. Вот, народ, более тысячи человек было, кто хотел попробовать свои силы в этом проекте. Но, на самом деле, нам редактор каждому звонил. Это адский труд, мне кажется. Каждому звонил и уточнял, в какой мы день можем приехать и в какое время. То есть мы приезжали в своё точно назначенное время. И нас в этом году не такая большая очередь была, а десятками, десятками запускали. Вот, я пел «Выйду ночью в поле с конём». У меня больше всего был страх, с какой ноты начать, потому что если я начну не с твоей ноты петь, то я там верхушки не достану и так далее. Вот, это, конечно, пипец, потому что, глядя на людей, которые там были со мной, они там пели такие песни, там ещё можно было приехать со своим аккомпаниатором и петь под пианино, под рояль. А я пришёл ни с чем, вот, сам с собой. Ну и, в общем-то, я спел «Коня». Это был первый день, кстати, я был в первый день в Останкино. Потому что Останкино больше фигурировать не будет. Остальное происходит на мусс-фильме. Только кастинг происходит в Останкино. Я спел ещё какую-то песню на итальянском языке. И вы знаете, они даже тебя ничего не спрашивают. Я там речь готовил, всё готовил, кто и откуда это. Ничего не спрашивают, потому что там огромная куча наркотиков. Ты заходишь вот так вот, как это, в центрифуге в какую-нибудь, вот так вот по кругу. Я, значит, зашёл в какую-то огромную комнату, типа сцена. Начал им петь. Они такие, послушай меня на секунд десять послушали. И такие, всё, следующий. Ну ладно. И, в общем, дальше такая фишка у них была. Поскольку Юрий Викторович Аксюта, это главный продюсер этого шоу. его не было, были только редакторы редакторы делали такую работу они из 10 человек выбирали самых таких ярких, самых запоминающихся ну там по 3, по 2 человека из этой десятки остальных домой отправляли в общем я из десятки нас было трое меня отобрали и я пошел ждать дальше тем временем меня мой педагог ждала внизу, там они гуляли то есть я один все равно страшно было ехать кстати ее даже не пустили в Останкино вот и нас все прибавлялось потому что десятки-то шли и выбирали, выбирали, выбирали нас прибавлялось мы сидели долго, мы наверное еще вот я прождал часа 2 потом мы сидели ждали кого отберут, еще часа 3-4 потом шелок сюда и нас быстро, так быстро, все, идем, идем мы опять десятками я только вышел выйду ночью в поле ага, все, до свидания, следующий мне показалось, что я так опозорился я не знаю почему вот и нам сказали, ждите мы ждем типа сейчас скажут результаты кто прошел на слепые мы все сделали свое дело выходит редактор, говорит, извините мы сейчас вам не можем назвать имена те, кто прошел дальше пришлем вам, ну условно говоря там во вторник а сегодня там, например, четверг и мы все разъехались по домам я сижу, жду, жду вторник, нет, нет и нет в итоге мне приходит где-то, наверное, в среду опять письмо на почту о том, что я прошел на слепые прослушивания опять-таки объясняю, что такое слепые прослушивания на слепые прослушивания отбирает 120 человек в этом году отобрали на 120 человек из которых, представьте себе сколько там, 12 на 4 48 пройдут точно в проект попадут после слепых и еще, наверное, человек 20 может быть, ну 20, не больше их покажут но они не пройдут и остальные сколько там получается чуть меньше половины просто уходят то есть они спели к ним никто не повернулся они еще и не яркие такие может быть, показались для там редакторов и так далее их просто до свидания а вот те, кто просто не успел на третий день пройти ведь все съемки прошли проходили три дня то есть они все прошли за три дня вот, было страшнее всех попасть в третий день потому что уже команды почти собраны то есть самый был лакомый день это первый в первый день были участники с того года кто остались кто не попали в том году в проект собственно в этом году то же самое было в третий день те, кто не успел уже команды собраны а человек еще 20 осталось не спели там может 10, может 15 они не успели просто выступить их автоматически перекидывают на следующий год и они как бы участвуют в следующем году вот вне очереди без конкурсов сразу же в самый первый день их отправляют вот мы начинали то же самое то есть у нас первые выступали с того года потом шли ребята которые в этом году на кастинге прошли конечно первый день был самый классный самый ну такой можно было попасть к любому потому что только начало команды еще не собраны хочу сказать что меня поставили на второй день я конечно тоже там спрашиваю почему на второй день это чем вы руководствуетесь при выборе этого дня да не а почему на второй день они такие говорят ну не знаю вот так вот надо значит надо ну надо потому что мы же разговаривали с редакторами а редакторы лишь только передают нам информацию которую свыше с руководством они обсуждают они просто там передают ну и что вы думаете у меня собралась группа поддержки группа поддержки тоже скажу не более 10 человек мы собрали ровно 10 человек все ко мне приехали из Иваново из Иваново на второй день кстати жил я в гостинице и после второго дня я все рассчитал что я в гостинице заживу второй день то есть да вот ну как бы ночую и прихожу на второй день на съемки и уезжаю домой я уже даже билет купил все почти что там вот и ко мне все приезжают мы все радостные заходим на Мосфильм потому что на Мосфильме все снималось мы заходим смотрим списки из 60 номеров сегодня во второй день я выступаю 53 что ли мы поняли что мы в конце ну что делать мы сидим выйти никуда не можем такая толкучка там народу куча потому что все 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 просто огромная куча поддержки группа поддержки тоже пришли там ну просто все гримерки все стилисты заняты там крутят вензеля все эти на башке этим артисткам вот и мы сидели весь день вот мы еще тогда не знали что там есть столовая потому что магазины все от Мосфильма достаточно далеко находятся и короче мы просидели прождали до конца дня ко мне приехали из Иваново девчонки бабушка братик учительница там еще кто-то и они ехали на автобусе он их ждал это хорошо потому что они были уверены что они уедут что происходит со мной у меня в этом проекте были все время такие вот моменты которые просто вот меня как-то брали вот так вот я короче сидим мы до вечера на Мосфильме и меня вызывает редактор меня и еще шестерых нас по-моему шесть или семь человек вызывает туда в редакторскую собирает выходит Юрий Викторович Аксюта и говорит ребята на сегодня все я ставлю стоп мы такие в смысле почему стоп он такой говорит все уже там нервничают Гагарина там в истерике бьется ей видите ли тяжело сидеть я понимаю это каторжный труд но ты же там не за просто так сидишь вот в общем мы такие сидим с Сашей Славгородской познакомились как раз там со скрипачкой ну такие в смысле она тоже из Питера а я из Иваново и мы все из разных городов тут сидим и понимаем что как бы ладно бог с ним что на завтра потому что мы и сами это уже за целый день но группа-то поддержки уезжает а я говорю Юрий Викторович а вот мы ну а как завтра он говорит завтра приходим к 12 я такой нифига себе говорю а как утром ты так я тебе дам бабашки и ты сразу запоешь ну в общем это было конечно очень жестоко и жестко но мы ну что делать я подхожу к своим показываю что все на что моя учительница начинает скандалить в общем они идут разбираться хотят достучаться до аксюты но это бесполезно до него никогда не доберешься все через редакторов ко мне подходит редактор и говорит Миша уйди от них потому что у меня реально все стали кроме бабушки и там пару девчонок прям вот так типа какого хрена типа так почему так но мы-то ничего не можем сделать у меня редактор отводит в сторону Миша отойди от них потому что ну это только сплошной негатив тебе сейчас ни к чему я значит отхожу она говорит мне такую фразу если говорит ты хочешь я сейчас скажу Юрию Викторовичу мы тебя примем вне очереди ну не вне очереди а в общем я попрошу чтобы это попрошу за тебя я говорю вы знаете нет потому что во-первых я целый день ждал я уже перегорел во-вторых я сдулся после слов аксюты что все обратно я уже больше не соберусь ну и в-третьих вот этот скандал который произошел ну вот эти вот амбиции у меня бабушка уже говорит Миша ладно все поехали домой я уже домой у меня бабушка тоже там с пяти утра на ногах и потом путь перенести так еще и доехать до дома на секундочку у нас от Москвы до Иванова часа четыре наверное ехать вот она говорит пойдемте уже я ну домой я понимаю а я тем временем оставался у девчонок они у меня жили две девчонки жили у меня в хостеле и у них по-моему четырехместный он был но они вдвоем там жили он говорит поехали к нам ну поехали я к ним поехал то есть как бы и еще там одна девочка жила у молодого человека вот а вторая самая такая активная самая энергичная Алина Алина моя одноклассница красотка она живет в Москве поэтому я решил ей предложить говорю Алина не хочешь она как раз была в этот день свободна на следующий то есть на третий в общем итоге все мои уезжают я с таким настроением еду в хостел с баулами мы конечно же там бесимся поздно ложимся спать на следующий день просыпаемся вот такие нам еще и выселиться надо несемся на этот Мосфильм меня быстро гримируют там все мы одеваемся костюмы костюм тоже мой был полностью вот первый на слепых прослушившихся это мой был костюм мы все переоделись пришла моя группа поддержки которую вы видели на первом этапе и мы сидим ждем 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 и самое страшное происходит нас за наверное полчаса отрывает просто от моей группы поддержки я такой как я без вас ну в общем короче я мы конечно нас с пятерками запускали мы пятером сидели за кулисами и ждали выхода я выступал на третий день третьим по счету и ко мне в третий день к первому повернулись я был самый первый кому повернулись в этот день команда уже наполовину собрато вот и в общем что сказать о выходе на сцену это не так страшно как кажется на самом деле это правда но это правда на самом деле то есть вот если ты например сидишь за кулисами трясешься то когда тебя уже на вот этот вот коридор вытаскивают ты уже идешь спокойно а че ну как получится так получится репетиций очень мало было две или три штуки вот последняя была вот генеральная на Мосфильме вот я хочу сказать я такой немножко человек меня надо немножко расшатать я не могу привыкнуть к сцене к новой за одну репетицию ну не могу я вот мне приходилось вот так вот снова-снова как в первый раз ну и в общем че получилось так что я выхожу на сцену там мои поддерживают меня все круто прошло все замечательно много вырезали чего кстати когда все повернулись конечно самая первая реакция у людей на меня это было что это стоит перед нами то есть во-первых женская внешность длинные волосы да голос тоже хочу сразу сказать вам это так распорядилась природа то что у меня длинные волосы ну бросьте меня чем-нибудь если там мужчины не носят длинные волосы ну как бы да это давайте это как бы уберем в сторону пиксинга и так далее это другая тема это я могу всегда снять и это просто так ну захотелось мне поэкспериментировать вот по поводу голоса это мой нормальный голос то что он таким получился это не моя вина ну это так вот природа и когда поворачивается собственно жюри вот эти вот от которым я уже тогда скажу честно хотел я наверное Гагарина первое время но пока я тусовался на этом мусфильме я понял что Гагарина не мой персонаж потому что на мусфильме там вестибюле где вот эта вся толкучка происходила висит огромный такой телевизор на котором транслируется то что сейчас происходит в зале это такие большие ангары даже я скажу да павильоны огромные просто и как бы за стеной вот был уже этот вход на сцену в зрительный зал на сцену да а тут вестибюль у выхода была такая площадь где люди толпились и так далее вот и я уже видел как они себя ведут потому что то что мы с вами видим на телевизоре многое вырезает ну как бы мне было все равно но вот это вот Полина вся вот и я думаю нет все таки я иду в первую очередь уже на данном этапе иду к наставнику как в первую очередь к человеку к человеку который меня будет вести который мне будет давать какие-то советы может быть даже терпеть какие-то капризы потому что они все идеальные у нас участники и кому-то да требуется особое внимание глядя на Полину там на других людей я думаю я бы с ними просто наверное не справился вот Валера был самый подходящий но я его не знаю вот но в итоге получилось так что Валера меня выбрала когда все повернулись вот такая реакция да типа кто это что это представьте я говорю меня зовут Миша там и Баста такой а ну да я так и понял что вы Миша и Гагарин такая а да да вас самый первый понял что вы Миша и вот они что-то там обсуждали мне хотелось в это время послушать Валеру человека который ко мне повернулся какие-то может быть минус плюс а не вас кто ко мне не повернул мне не интересно почему ко мне не повернуть ну не повернулись и Бог с вами вот и они все время приплетали такую фразу типа а ну да мы все да мы поняли что вы Миша с таким сарказмом и я даже в один момент я сказал может хватит уже да ну Бастя к сожалению это вырезали но естественно по понятным причинам я радостный на радостях побежал там обнялся все мы уехали домой все меня отпустили слава Богу добавили у нас беседу посвященную как бы грубо это шоу голос там группа Валерия Сюткина и мы там все стали потихонечку дружить было два месяца как я уже сказал после слепых прослушиваний я тогда уехал на море и мне нужно было вообще такая ситуация тяжелая у меня получила я на море отдыхал мне присылают какую песню мы будем петь кстати Валера уже распределил распределил даже заранее кто с кем будет петь и какую песню я считаю на мой взгляд это хорошо для меня потому что я не особо любитель что-то свое показывать да как-то сам он все за нас сделал песня подошла и мне и Настюшке мы с Настей сразу обменялись с контактами сразу стали общаться сразу стали что-то придумывать я еще ее тогда не знал вот и когда я приехал с моря мне надо было я приехал вечером поздно и мне в 5 утра на встречу утра вставать это была такая пытка у меня климатизация была жуткая я помню я приехала мы начали с Настей разучивать эту песню вот песня для нас очень была удобная просто у Валеры и у каждого наставника есть человек который занимается аранжировками который занимается чисто подходом не вокально а вот именно что касаемо тональностей аранжировки минуса да то есть куда вступить и так далее как вступить сама аранжировка как по по форме то есть она как у более джазовой там обработки или более классической это все решал у нас золотой человек которого зовут Михаил Геннадьевич он мой тезка он я так полагаю играет на саксофоне в группе у Валеры и он отличный просто пианист я обалдела просто он заканчивал консерваторию как духовик да кларнет там саксофон а играет на фортепиан просто как бог я не знаю и он нам все сделал но мне сразу как-то стало немножко напряженно потому что в одном случае вот сейчас объясню когда я попросил мне нас же спрашивают кому в какой-то анализе удобно песню петь кстати песню расскажите птицы я до этого не знал и даже не слышал я даже не знал что это пугачок поет вот послушал ну вроде нормально вот в любом случае надо привыкать как дай материал учи все вот назад дороги нет и я сказала что мне например удобно отляпить начинать в ля миноре там можно си бемоль там си а мне Михаил Геннадьевич говорит а давай-ка отре то есть выше и выше-то на кварту на целую потому что Настя поэту в ми миноре а я буду в репе на всего на тон пониже от нее для меня это было тяжело потому что это было уже не совсем удобно мне но тем не менее я проглотил все это и стал работать ну надо так надо и все и мы стали с Настей работать я уехал в Иваново она мне записала свою партию нам сделали очень красиво аранжировку кто бы там что ни говорил аранжировка мне нравится все здорово все я все заучил я все приехал мы приезжали там репетировали уезжали я приезжал уезжал приехал на уже на съемки на генеральную репетицию и так далее приехал я за три дня потому что у нас все три дня это съемки съемки профайлов съемки репетиции фонографии генеральная репетиция запись съемки это все где-то примерно в три-четыре дня укладывалось вот все репетиции происходили в фонографе на базе фонографа вот я приезжаю все мы все отсняли все эти с настюшкой мы очень подружились мы даже не ходили на какую-то ребазу репетировали просто настолько это было очень тяжело очень тяжело расставаться с человеком и в общем то мы получилось так что я приехал туда и настала генеральная репетиция генеральный репетиция что происходит за день до съемок мы репетируем фонографе все было нормально потому что идет как вы помните до сначала вступать настил на гуслях потом вступаю я в припеве потом идет переход в другую тональность пониже вот в бре я вступаю так вот вот этот вот переход сергей сергеевич жилин именно на даже не фонографе фонографе было условно говоря репетиция позавчера а сегодня мы вот уже да то есть позавчера все было нормально по михаилу геннадьевичу михаил геннадьевич нам написал эту аранжировку все было нормально он мне дает другой переход аккордами другой переход в эту модуляцию я такой я не вступаю короче у меня началась паника завтра уже записывать этом боже что делать зачем они это сделали мы два раза пропивались и ни разу не вступил короче меня начать по я бы я не буду пить я курят учетом почему почему чтобы в чем я поменился что мы не сделали туда по-другому это нормально мне там что-то объяснять это вот все это такая такая вот все сумму вот этот все мне короче начать успокаивать все нормально все нормально все 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 михаил геннадь мы сейчас с тобой порепетируем выучим это я не буду учить я это я этот переход учил я бы я все понимаю я я бы спел эту новую на новый переход я бы сообразил бы и спел если бы у меня было бы хотя бы недели там или дней 5 3 хотя бы но мне завтра ночь ночь пройдет и мне завтра уже петь я бы я не знаю как я буду они значит притаскивают рояль куда-то там и сам за все все вроде нормально вроде выучили вроде выучили ожилин требует чтобы я показал ему потому что уже до него дошло все это что я у меня паника опять ведь ведь какие-то проблемы вторую тура мне какие-то проблемы вот и он такой значит михаил геннадьев меня отпускает как езжай домой а мне еще надо мне приехать домой покушать все собрать вещи потому что на следующий день мне помимо того что надо ехать на на мосфильм не надо же еще и собрать вещи я короче еду еду домой доезжаю там до киевского вокзала ну все равно минут двадцать ехать не занят говорят а нужно сергей сергеевич тебя требует нужно показать ему я пересаживаюсь возвращаясь обратно время уже мы приехали у нас всегда сеткин репетировал всех раньше он где-то к 12 уже мы должны быть остальные потом уже приезжали там шнуров там гагарина баста не как правило во второй половине дня репетировали поздно уже я приезжаю обратно время уже было часов 7 представить это просидел я короче приезжаю там репетирует команда басты вот баста сам там сидел и вот когда баста закончил в перерыв я к редактору обратиться и мы подошли к жилину он не понимаешь он мне короче показывает я при зачем это сделали почему вы не можете обратно не там что-то гармонии не получается не слышно вот этот переход ну да короче боже мой я говорю ладно и мы попели я тоже выучил заранее все-все-все он мне все объяснил кстати он не все объяснил я понял как это надо петь он говорит вот иди переспи с этим паучи дома сейчас и возвращайся завтра с нормальной положительными мыслями все я приезжаю домой я ем я быстро все 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 сплю на встрече не приезжаем выступаем с настей я все попадаю на удивление хотя у нас была тоже репетиция все я короче счастлив рад ну и собственно самый сход то что настю не выбрали я как вы видели что я отреагировал очень спокойно мне не хотелось насти обняться прямо на сцене на ноги в меня вот так вот типа иди вот все же вырезается вот мне было очень грустно нас потом собрал валера и раздал песни он попрощался он после съемок после съемки своей команды из и команды там вас ты собрал нас примерки всех он попрощался с теми кто ушел от нас сфоткался с ними а кто остались он нам стал раздавать песни третий тур сейчас самый сок будет просто а мне дает песенку какую вик какую песню мне дают остров белых птиц в остров белых птиц песня грустная и я так понимаю что это на уход обречен потому что она там очень грустная она но не для всех грустная я просто сужу по гармонии если меня песню носят куда-то в ностальгию куда-то вот в прошлые времена мои счастливые детские когда когда мне все были живы здоровы все было весело для меня это уже грустная песня но мне она понравилась остров белых птиц группа квартал но она не конкурсная и я такой все грущу еще и настя ушла еще и ксюха паврос ушла еще и олег ушел вот все ребята с которыми я нормально общался они ушли и сейчас я скажу вам такую вещь я никому не говорил что остались те ребята с которыми я меньше всего общался даже это сами ребята не знают как бы вот и я понимал что мне придется заводить заново знакомства потому что с настей мы были как вот сиамские близнецы постоянно ходили я говорю на все ты куда я за ней там для раза ну мы с ним прям все время вместе держались а ни одна пара так не общалась ни одна все как-то вот соперничество чувствовали я ни в ко мне вообще в насти не чувствовал соперника и настя во мне не чувствовал не знаю конечно хотелось и дальше пройти это понятно вообще на следующий день когда я уже проснулся дома я уехал домой был была пасмурная погода я просто рыдал везде я реально рыдал я понимал что я куда я сейчас поеду уже народу меньше осталось насти моей просто нет ксюхи нет павро с которой энергия просто комок счастья такого энергии веселья задора какого-то этого всего уже нет и тут я даже в инстаграме как-то выкладывал пост ты не знаешь даже что лучше уйти отсюда вот на такой с ребятами или остаться на уже в общем я плакал я сразу пишу насти гринатина он имеешь я целый день он вообще короче ладно пару дней прошло я стал работать я стал учить новую песню я попросил михаил геннадж просто спетью акапельна он наложил аранжировку он сделал красиво аранжировку моей тональности в моей которую я попросил уже мы не экспериментировали выше не делали записали ее я съездил на репетицию и уже неделя за неделю мне звонит редактор говорит миша юрий викторович послушал твою песню в общем он сказал что она ну не популярная и мы и тут меня просто перевернулась то есть мою песню который я учил больше полмесяца три недели говорят ты не будешь ее пить но еще под вопросом пока но мы говорить посмотрели из твоего репертуара из моего репертуара песни и выбрали не отрекаются любя сейчас все просто обоссутся от негодования потому что я очень хотел спеть эту песню внутри я уже готовился разговора с валерой чтобы если я пройду следующий этап не вообще в идеале хотелось бы ее на прямых эфирах спеть ну видишь как народ не особо оценил ну свои оценили а другие нет вот ну и в общем да даже и свои тоже мне говорят сейчас все я кого-нибудь песня на тебе надо было другой да с чего почему я я не знаю песни вот прям моя я она мне нравится очень нравится вот я считаю что я с ней справился как вот я как я чувствую на 22 очень короче я приезжаю пою не отрекается любя сидит валера отвернулся к окну и вот видно что я красные глаза михаил геннадь что же потому что проникновенно в живую она все равно лучше слышится слушается не таки говорят оставляем ее окей все я такой правда хотел на прямых эфирах ну ладно бог с ним здесь значит здесь я думаю ура я мне себя покажу и как бы смогу дальше двигаться потому что песня для меня выигрышная ну и в общем короче получилось так что репетиции все прошли никто не знал кто будет с кем в тройках я значит говорю блин было бы круто если бы сурен был с нами да там или не потому что мы и по возрастной категории более-менее всем подходим и ну такие мы еще учимся все сурен учится или не учится я тоже учусь а ребята аккуратов венгеров и лавских они уже профессионалы им кстати они тоже в одной возрастной категории им всем за 30 там 30 33 35 там ну тоже вот такая вот небольшой разброс и они профессионалы они имеют уже вот эту подушку они имеют какую-никакую популярность но сурен у нас тоже имеет популярность вот но хочу сказать что мне хотелось бы чтобы вот вот как-то так то было бы интересно но это на мой взгляд но валера проболтался так случайно будет вот представь вот и выйдет сурен спою да там с неба чисто и потом уходит мишка вот после него и поет можно меня суреном потому что еще очень песня нравится вот моральный кодекс вот это вот ночной каприз не знаю она мне очень нравится вот и я хотел чтобы нас так поставили но мы не знали но я уже знал что суреном буду я обрадовался ну и в общем получается так что когда наступает день x-100 съемки мы все эти тоже все профайлы все это без проблем все прошли и наступает день съемок собственно в которой мы и узнаем кто с кем поет в общем я оказался вот в тройке которую вы знаете митя я и сурен честно сказать интересно мне было потому что не знаю мне понравилась еще песню у элины я все время ревел потому что она такая вот такая легкая такая тоже вот на теплую спина еще раз повторяю для меня грустная песня это не то который там до играются вот эти капельки дождя там так далее гармония когда интересная который тебя возвращает в прошлое а поскольку не было прошлое лучшее на мой взгляд чем сейчас настоящий поэтому для меня это грустно но к сожалению не судьба наступает день x собственно в котором я просто разочаровался в этом проекте не скажу я я скажу так у меня только теплые счастливые веселые классные вспоминают я считаю что каждый артист вокалист должен побывать на этом проекте и показать свои способности поэтому в плане вот только последний день вот как-то все взял и все впечатление об этом прекрасном времени о знакомствах о работе с наставником просто взял все перечеркнул и это я вам скажу не из-за того что я ушел рассказываю нас начать выводить на сцену мы долго ждем ждем что мы ждем сидим все нас выводят на сцену в шеренгу мы встаем это кстати будет видом мы встаем нас вызывать на гиф я говорю куда вставать и говорят вот там на середине увидишь крестик пройди немножко в бок чтобы другим стать окей я выхожу все сделаю так все нам говорят стоп чем проблема говорят обернитесь сзади видите занести вас точки то есть в конце сцены не в середине а в конце ну там у них было у меня не было этих точек видели встаньте туда встали уходим ушли начинается суматоха я говорю карина это редактор главный куда часто часто куда вставать вы все то же самое просто второй дубль перезарим все то же самое выходим я выхожу опять на середину тут просто происходит конфуз я оборачиваюсь и там хлопают под значит поэтому по приказу дам когда хлопать я смотрю ребят стоит сзади меня нагиев берет меня за руку в гневе как будто сука ты второй дубль для испортил я просто я встаю назад до клопаю все все меня нет я как артист с тонкой душевной организации мне оскорби вот так вот особенно вот здесь прям в глаза я все я такой стою ни хера себе вот это ладно переварили все это наставник называет тройку все мы поем каждый у меня очень был красивый номер в плане визу визуальном да то есть рояль скрипка даже если убрать меня рояль и скрипка вот эта красота вы понимаете петь песню в ней ничего думать не надо ты и слушаешь да ты отрываешься уходишь все а когда песня немножечко философская хотя бы чуть-чуть тут уже надо напрячь свои мозги и додумать нарисовать образы прожить эту песню что гораздо сложнее и люди которые говорят да вот там этот лучше этот не справился говорит только о невежестве человеческом которые люди которые не понимают и не знают что песни то ведь разные есть как и исполнители поет митя все заканчивается начинается обсуждение обсуждению вырезали очень много потому что мы минут 10 наверное да нас особенно гагарина там по каждому прошлась это было долго бастов благодарен ему что он сказал что все аккуратненько чистенько спасибо ему вообще так это нейтрально все воспринял но как бы ему типа нормально нормально все это начала по каждому поводу сурена мне не совсем понравилось что она ему сказал что в том как дядя что он ведет тебя там это такой же репертуар выслушайте но окази академ вокал я как бы ни за кого не заступать даже сурен из чего за него ступаться у него там есть кому за него ступиться он знает себе цену молодец все на твою какое дело как поет ребенок у него голос есть пускай да может быть там думал он еще растет он учится как бы я за него не заступайся ну как бы я сам человек который вот рядом с ним по возрастной категории по опыту по сути у меня тоже не такой большой как как можно осуждать потом начать меня почему-то про ноги начала мне говорить зачем если мы на вокальном проекте да можно а там камеры то мои ноги практически не снимали там даже этого не видно какая на какие ноги и так далее и это ты видишь тебе тоже уже три за 30 а я вижу так я для меня вот это вот разрыв души я не знаю куда себя деть я на сцене стою я и туда и сюда я не знаю у меня в образе ну вот так я смотрю иметь уметь и нет вопросов ты должен совсем понимая когда знаете одного там оближу другого обосрут и так далее мне это непонятно но да бог с ним шнуров когда начал про нафталин какой-то говорить ну внимательные зрители заметили что сергей он ну на самом деле тоже сидел на моей песне по крайней мере он прочувствовал эту песню как и полина многие правильно говорят что они должны играть роль если шнуров так умер она ведь он и должен и здесь показать себя так если там говорим так это там да да и здесь на себя показать здесь в реальной жизни не абсолютно другие вот ну и в общем короче валера сделал выбор я немножечко не ожидал не знаю почему а но я не ожидал но это пол беды ладно это бог с ним сурен прошел молодец у него была тоже непростая задача все-таки он пел академическим голосом да такую эстрадную песню хотя нам валер такой говорит ну я просто хочу показать что сурен может петь и типа другие песни так он поет другую песню все равно академическим голосом как бы от базы от основного своего стержня не уйдешь никуда вот митя молодец он очень сильный и но я хочу сказать по поводу мити вот что аранжировка которая очень мощная очень ну в общем она делает за вокалиста какую-то часть работы понятно что под эту аранжировку ты не споешь там полковнику никто не споешь ты всегда так будешь даже я бы так сделал потому что аранжировка дает вот эту эмоцию артист только через вся ее пропускать и дает в зал а зал тоже по поэтому по знаку начать хлопать и и люди сидят и у кого-то до что а что а как они могут реагировать конечно а потому что по-другому никак это такая аранжировка такая песня вот эти нюансы они сплетаются друг за другом друг за другом как звено и делают общую такую картину а у меня песня другая когда начать сравнивать и говорит что мити был сильнее я не соглашусь мити не был сильнее мы каждый были в своей тарелке вот и я еще раз повторюсь что для меня например был всегда показателем сашиловских который дает когда он вышел на слепых прослушивание и начал петь русскую песню доносят так информацию так владея голосом я просто вот так я говорю вот к чему мне надо стремиться в общем когда хотели митю выбрать нас в определенный момент произошла заминка и на кнопку нажал шнур она у него не нажалась в общем-то стали что-то делать мы с митей стояли на сцене минута 15 там пошли шнур в мат я такой стою просто люди сидят как бы ты постыдился бы там ноги куриц это на сцену дымит я такой обосрали меня тут еще такая атмосфер тоже до этого реально я только с таким не сталкивался и как-то и мне было еще удивительно что сами наставники не оценили номер ладно бог сниму я там номер какой был красивый нежный такой вот академический классический был просто если мне что-то нравится я это не скрою я буду но я скажу что мне это нравится ну и в общем мы разошлись за мной погнались там эти редакторы михаил нам надо вас это срочно срочно я говорю отойдите мне надо переодеть нет ни в коем случае в этом же костюме я говорю отошел меня прям так вывесили мне надо было переварить все это я говорю отошла от меня быстро на я прямо так она такая на меня смотрит и там мужик тоже какой-то сайт организме короче я переодел в синий пиджак как вы могли заметить девчонки уже там стояли и мы записывали долго вот это вот то что показали как я узнаете я типа дачу это говорил вот я недоволен типа чем тем что не оценили с таким выражением лица стою да и многие могли потому что я сука но нет вырезали ему минут 20 на 15 или очень долго разговаривали запись вырезали то вот самый сок чтобы не обосрали но а как-то люди разделились на два лагеря которые меня поддерживают и прямо благодарят что ты молодец что ты это высказал потому что я хочу сказать как бы тобой не управлялись выше и чтобы тебе не говорили что делать и как говорить как подносить себя нужно все равно быть немножечко человеком и высказать как-то вот я не скажу что я справился до до конца с этим номером может быть но сам сама концепция задумка рояль скрипка одиночество я думаю что было передано и почему бы это не оценить потом было еще интервью на которые кстати многие меня ищут там я не пошел я уже просто люблю когда мне говорят люди ну видно было что ты расстроился ну нет я должен был скакать наверно от радости и ура я не прошел но на самом деле там мы потом все сидели ждали и еще когда был вот этот вот вот эта заминка была валера подходит к мите венгерову за плечики вот так это будет мить ну там типа вот ну ты понимаешь да вот что такие вот законы я стою рядом с ним я не прошел мить это все равно в проект может быть не это скажешь я поддержки нуждаюсь сейчас мне так плохо а мне такой мишка и все понимаете я от валера просто не ожидал до этого мы с ним как-то все хорошо взять тепло а тут как-то стоило вот меня бы все я просто вообще немножечко этот ну в общем короче мы ушли я очень был конечно так это раздосадован но мне было радостно что я уходил вместе с ребятами с которыми мы очень хорошо общались или не сашка и лавских которые вы жутко жалко он реально профессионал у него была обалденная песня сильная мощная и он показал про олега аккурат вы ничего говорить не хочу вот но мастером очень профессиональный музыкант вот так что я думаю что я расставил все точки над и я вам все рассказал поэтому не ругайте меня не ругайте этот проект я думаю что по поводу проплачено не проплачено я ничего не платил я платил только за гостиницу и за еду все это тиньков банк мне выплатил достаточную сумму там чем дальше ты про хочет им суммы немножко возрастать и мне выплатили достаточную сумму что я смог покрыть все что я там поэтому мне все очень понравилось я очень благодарен этому проекту благодарен руководству это класс это опыт это для меня это было стартовка дорога да то есть вот в разгон очку и вы мне все пишите что продолжает продал я буду продолжать потому что мне надо сейчас моя главная задача поступить на вышку пока не знаю куда но поступить вот так что для разгонки для начала я думаю это было очень круто вот но вот все последний день как то вот когда вот все это я бы это как-то может принял бы если не скале миша все было здорово ну там может что-то не хватило но все было очень хорошо и номер красивый тогда и дальше бы другие бы похвалили и валера бы сказал там миш все на ну мы итак на связи мы теперь все общаемся очень много знакомых очень много я сейчас подвожу итоги выводы да что очень много теперь у меня связи знакомых и меня ждут и я жду встречи с настюхой мы будем записывать что-нибудь я очень надеюсь на это вот и это все не напрасно это все здорово но то что там своих кого-то тащит может быть я не исключаю этого факта потому что знаете нас в это тоже во все не посвящать но я думаю что есть там такой нюансик что у нас кого-то отсеивают а кого-то оставлять потому что большинство кто остался это люди немалозначимые своих кругах поэтому я думаю что как-то это и это влияет как я говорю я спрашиваю там вот все куплено да там наверно с деньгами я говорю нет сейчас в наше время современное очень важны связи даже больше чем день деньги но если у тебя есть связи да еще и деньги то вообще цены тебе нет так что я думаю что все было круто так что ребят спасибо вам за поддержку спасибо вам за то что вы у меня есть я думаю что главное мы на связи я вам рассказал все если а что-то упустил то задавайте вопрос я на все на них отвечу постараюсь ответить